Лососёвые реки Приморского края под угрозой. Экологи созвали чрезвычайную пресс-конференцию, поскольку с 1 июля в силу вступают изменения в лесной кодекс России, согласно которым нерестоохранные полосы по берегам рек сокращаются с 1 км до 50-200 метров. Это означает, что уже через два месяца к берегам лососёвых речек могут прийти лесорубы и добывать древесину на законных основаниях. И это грозит потерей нерестилищ тихоокеанских лососей, киты, семы, горбуши. Это грозит изменением температуры воды, что тоже повлияет на рыбу и не только. Это в конце концов грозит благополучием речных экосистем, начиная с Великого Амура и заканчивая самыми небольшими речушками не только у нас на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Приморье находится в зоне влияния циклонов и тайфунов, которые зачастую оказываются катастрофой для края. И именно леса в бассейнах рек уменьшают последствия этих бедствий. Поэтому реки хотя бы в этом аспекте необходимо сохранять. Не только о лососях думать, а о себе прежде всего. Предпринять меры по защите нерестоохранных лесов возможно и на местном уровне, как это сделали, к примеру, в Хабаровском крае. В Минсельхоз Хабаровского края занимаются рыбы. Это не лесники. Они разрабатывают свое положение, потом они будут его согласовывать еще с лесниками. У нас в Приморском крае ситуация очень похожая. По словам экологов, губернатор Приморья Олег Кожемяка проблему знает и заинтересован в сохранении лососевых нерестилищ. Но общественная поддержка тоже нужна. Поэтому Амурский филиал Фонда дикой природы подготовил петицию «Сохраним лес для людей и лососей», адресованную в правительство России, и которую может подписать любой неравнодушный приморец. Владимир Ощенко, Михаил Павлов, Панорама.